Василий, здравствуйте. Завтра состоится ваш первый турнир, скажите, есть ли у вас чувство эйфории, возможно, переживания какие-то, как, например, перед каким-то большим концертом, когда у вас впервые было? Есть, конечно, я больше переживаю, конечно, за коллег, за тренеров, за спортсменов, за их настрой. И я, как бы, в формате участия в подобных шоу чувствую себя спокойно, потому что это привычная мне стезя выступать перед большим количеством людей в прямом эфире. Для нас это для всех очень большая работа была проведена и тренером, и командами каждых спортсменов, всех людей, кто занимался здесь в Газголдере. Да, это очень большая группа специалистов, которые хотели сделать этот праздник очень большим и незабываемым. Все обращают внимание на главное событие вечера. Вы, как не с позиции функционера, а с позиции зрителя, что бы порекомендовали еще зрителю? Какой бой, кроме главного? Я много раз уже говорил об этом, что каждый бой в карте – это уникальное событие, очень интересно выбранные позиции и соперники. Поэтому будет интересно смотреть от начала до конца. Естественно, главным боем будет бой Кудышева Романова. Но для меня все мероприятие в целом, как для просто болельщика, любителя бокса, тем более многих боксеров я просто лично знаю. Поэтому хочется посмотреть, как это все будет происходить. Вы также говорили, что с большим уважением относитесь к Хабибу, к Шлеменко. Да, конечно. Наверняка следите за их карьерами. Стараюсь, но за Хабибом невозможно не следить за его карьерой. Конечно, это спортсмен, выдающийся человек, который сделал очень много для популяризации ММА, просто разных видов спорта в целом. Да, а вы смотрели последний поединок Шлеменко во Владивостоке? Нет, я такого не смотрю. Вы не смотрели? Нет. Хорошо. А сегодня вот, кстати, у Шлеменко день рождения. Да, я видел. Поздравляю. Александр Павлович, поздравляю вас с днем рождения, желаю счастья, радости, хорошего настроения и побольше улыбайтесь. Это очень помогает и спасает всех. Улыбка – лучшее спасение от всех бед. После его последнего боя в интервью моим коллегам он сказал, что не понял ваши некоторые слова и хотелось бы ему поговорить лично с вами. Мне интересно, у вас уже беседа состоялась и, на ваш взгляд, чем могли ваши слова его задеть? Я вообще даже не знаю, разбираться в этом не вижу смысла. Если кого-то чьи-то слова задевает, нужно четко оформлять свою претензию, видимо, для того, чтобы можно было опираться на что-то. Не, я видел про какие-то там рога, про что-то, до конца я не понял. Надо как-то изъясняться четче, чтобы было понятно. Если есть у кого-то какие-то претензии, я всегда готов на них ответить в максимальном присутствии. Мне кажется, что это слишком серьезное отношение к каким-то не столь важным вещам. Мне кажется, что вокруг нас происходят более важные вещи, на которых нужно обращать свое внимание. Это касаемо про Моргенштерна? Да, да. Он, в частности, сказал чуть ли не рогатым. Вы его обозначили. Это всего лишь оценка Александра Павловича. Что касается вообще Моргенштерна, еще раз повторюсь, моего высказывания касаемо его. Мне кажется, что любому взрослому человеку понятно, что вокруг нас и вокруг Александра Павловича Шельменко в Омске есть больше важных тем, на которые нужно обратить внимание и поработать с ними. Экологическая ситуация, например, и тому подобное. Конечно, удобно выбирать себе хайповый объект для получения легких политических баллов. Это всем понятно, к сожалению. Я думал, честно говоря, что Александр Павлович Шельменко относится просто с юмором к своим высказываниям. Это такая юмористическая спич. Оказалось, что это очень серьезно. Но еще раз повторюсь, и без Александра Павловича Шельменко нам всем понятно, что за музыку делает Моргенштерн. Лишний раз обращать внимание на Моргенштерна, по-серьезному говорить, что, представляете, у Моргенштерна не такая музыка, не очень. Надеюсь, что он говорит, что день белый, а ночь темная. Но очевидные вещи и непонятно, почему Александр Павлович Шельменко так много времени уделяет вот таким хайповым вещам. Надеюсь, что он не собирается в политику. Очень надеюсь. Вы также отмечали, что музыка основывается на спросе людей, молодежи, так скажем. Ну, естественно, конечно, музыка отображения. Музыка отображения процессов, происходящих в стране. Ну, просто мне кажется, что Александру Павловичу Шельменко стоит обращать внимание на хорошую музыку, которая есть вокруг. И используя свой авторитет, не повторять одно и то же, говоря, что вот. Тем более слова, которые он выбирал, там, черти, черт, что там. Я потом видел, что еще он высказывался насчет того, что черти не хотели его победы. Но это немного настораживает и вызывает беспокойство. Такие вы сказали, что это значит, что значит человек черт. Тем более, я знаю, что Александр Павлович Шельменко не причисляет к себя каким-то уличным понятием. Созревает вопрос, не является ли это какой-то духовной оценкой. Александр Павлович Шельменко не является ли он теперь каким-то духовным прозорливым старцем, который определяет духовную ценность человека. Но если серьезно, мне кажется, это настолько неважно. Еще раз повторюсь, что Александр Павлович Шельменко как политическому деятелю, как общественному деятелю, мне кажется, вокруг него очень много по-настоящему важных вопросов. А вопрос о том, что Моргенштерн поет плохую музыку, ну это понятно. Мы все это уже знаем, мы это всем знаем и без высказываний, и без оценки Александра Павловича Шельменко. Всем понятно. Давайте заниматься полезными делами, говорить о важных делах, которые вокруг нас, и менять что-то к лучшему. Вот по сей день, насчет этой ситуации, да. Про Александра Павловича Шельменко? Да, и Моргенштерна, и на этом точке, пожалуй, да. Вы сказали, что отображение общества. Да. Есть такая нашумевшая фраза, если она прозвучит грубо, я извиняюсь заранее. Было сказано, сосать этот талант. То есть это получается отображение общества? Это, конечно, это процессы, которые происходят у нас. Процессы, которые происходят. Давайте так скажем, что многие из нас слушали в молодости, там, «Красную плесень», «Сектор газа», «Мальчишник», да. И там были слова «Секс, секс, как это мило», «Секс, секс». Это вызывало ужас у наших родителей. Но все же понимают, что это просто музыка для определенного возраста. Ну, если эти... Я еще раз говорю, если мы, взрослые люди, возлагаем ответственность за воспитание наших детей на Моргенштерна, у нас все пропало. Мы же все прекрасно понимаем место Моргенштерна в жизни людей. Если Александр Павлович Шельменко выбирает себе Моргенштерна как ответственность за все, значит, все в стране пропало. Все пропало. Значит, все, что мы делали, это было зря. И наши дети пропали. Вот ответственность за воспитание детей лежит моих на мне лично. Ни на Моргенштерне, ни на Достоевском, ни на Чайковском, ни на чем угодно, чего очень много. Сейчас мир предлагает и молодым людям все подряд. Давайте тогда говорить, что ответственность за спортсменов, которые совершают преступления, используя навыки, полученные в секциях, будем возлагать на спортсменов, на тренеров. Будем говорить, вот спортсмен совершил удар, нанес тяжкие телесные, значит, спорт это опасно. У каждого свой выбор. Каждый отвечает за себя. Можно еще повторить, можно делать много громких заявлений. Сказать, все, Моргенштерн, если он исчезнет, будет здорово. Ну, любой здравомыслящий человек понимает, что ответственность лежит на других людях. И с вопросами, которые вокруг нас нужно разбираться, а не делать громкие заявления. Конечно, это всех так радует. Все, Моргенштерн, там черт. Какой Александр Павлович молодец. Какие верные слова сказал. Просто спас всех нас. Да мы все знаем, кто такой Моргенштерн и что такое его музыка. Мы все прекрасно знаем и без этих подчеркивающих комментариев. Заранее хочу извиниться перед Александром Павловичем Шлеменко, если мои высказывания были некорректны и, возможно, затронули какие-то важные темы. Заранее еще раз хочу извиниться. Мой последний вопрос и последняя претензия Шлеменко в вашей адресе. А, ко мне? Да. Это по поводу шапки 228. Да, конечно. Но если бы Александр Павлович Шлеменко, опираясь на полученное высшее образование. Вы знаете, да? Что? Высшее образование. Восточное единоборство. Факультет, да. Такая вот крутая специальность, она должна позволять все-таки человеку разбираться в вопросе. Касаемо 228 и провокационный мерч, который мы выпускали, это было желание привлечь внимание к тому, что происходит в стране с использованием этой статьи. Эта статья использовалась и используется иногда как карательная. Статья, которую используют нечистоплотные сотрудники, подбрасывая наркотики, отправляя людей на долгие срока в тюрьму. Это мерч, который мы делали, это желание привлечь внимание к тому, что работа с зависимыми, ну с людьми, у которых есть проблемы с веществами, изменяющих сознание, не ведется. Желание привлечь, это точно так же, как некоторые люди делали мерч 282, 282 статья. Желание привлечь внимание к тому, что эта статья абсурдна. Это вот пояснение к тому высказыванию, которому я не видел со мной, раз ты говоришь, что это было. У Александра Павловича очень много претензий, и я уверен, что в дружеской беседе я готов прокомментировать каждое слово, которое, возможно, покажется каким-то загадочным, непонятным. Смогу объяснить метафоры, афоризмы и тому подобные сложные элементы в своей речи, которые не всегда понятны отдельным людям. Спасибо, Василий. Субтитры сделал DimaTorzok